Говорит Черкесск В студии Ритонирова. Здравствуйте. Коротко о некоторых событиях. Четыре дня отдыха ждут нас в феврале. На дорогах Черекеска начала функционировать система автоматической фиксации «Паркон». В Карачао-Черкесии выпустят газеты на национальных языках для участников специальной военной операции. И в Тамбае прошел 9-й Всероссийский горнолыжный фестиваль «Катадзе-РКВ». Далее подробности. В конце прошлой недели Карачао-Черкесию с рабочим визитом посетил министр просвещения России Сергей Кравцов. На составшейся его встрече с главой республики Рашидом Тимирезовым подведены итоги совместной работы за последние годы. Руководитель региона отметил, что при личной поддержке Сергея Кравцова и его команды за последние годы в системе образования Карачао-Черкесии произошли серьезные позитивные изменения. Речь идет не только о строительстве, капитальном ремонте и оснащении наших образовательных учреждений, но и о системной работе по повышению качества знаний учащихся и уровня профессиональной подготовки педагогов. Еще один вопрос, который рассмотрели Сергей Кравцов и Рашид Тимирезов, касался совместного крупного проекта. Это проведение финала Всероссийского профессионального конкурса «Учитель родного языка и родной литературы» на территории Карачао-Черкесии в сентябре этого года. Именно этому вопросу было посвящено заседание, которое провели министр просвещения страны и глава региона. Рашид Тимирезов отметил, что для Карачао-Черкесии вопрос сохранения и популяризации родных языков очень важен, так как в республике пять субъекта образующих народов. На каждом из пяти языков выходят учебная, научная и художественная литература, печатные и электронные СМИ, работают государственные национальные театры. Родные языки и родная литература преподаются как учебные предметы, методическая база которых на всех уровнях образования постоянно обновляется. По словам Сергея Кравцова, необходимо подготовить содержательную программу с учетом мнений и предложений самих учителей. Учителя-представители педагогической династии Лицовенко-Тихоновых из Карачао-Черкесии встретились с министром просвещения страны Сергеем Кравцовым и главой республики Рашидом Тимирезовым. Они обсудили изменения, произошедшие в системе образования за последние несколько лет и значение профессии учителя для их семьи. Педагогический стаж династии в сумме насчитывает более 80 лет. Старший член семьи, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии номер 5 Черкеска Зинаида Лицовенко более 50 лет проработала в общеобразовательной школе. Ее дочь, учитель начальных классов, также 5-я гимназия Светлана Тихонова и младшая представительница династии Дарья Тихонова, параллельно учится в Карачао-Черкесском педагогическом колледже имени Умара Хабекова и в Республиканском государственном университете имени Умара Алиева, одновременно работая учителем начальных классов. Сергей Сергеевич вручил всем трем педагогам ведомственные награды и пригласил семью Зинаиды Ивановны принять участие во Всероссийском форуме педагогических династий, который пройдет в этом году. Учителю гимназии номер 5 Черкеска Светлане Тихоновой присвоено звание почетного работника сферы образования России за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии номер 5 Зинаида Лисовенко награждена нагрудным знаком за верность профессии, за многолетний и плодотворный труд в образовательной организации. Дарья Тихонова получила благодарственное письмо от Минпросвещения России. Вместе с тем Рашид Темрезов вручил Зинаиде Ивановне юбилейную медаль к столетию Карачао-Черкесии. В 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. Миссия года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия, прежде всего, направлены на повышение престижа профессии учителя, сообщила министра образования и науки Карачао-Черкесии Инна Кравченко. Сегодня педагогическая сфера испытывает определенные дефициты. Необходимо привлекать в педагогическую сферу более молодых, амбициозных работников, педагогических работников, в том числе для популяризации профессии учителя, для повышения социального статуса педагогических работников, для мотивации более молодых педагогов, в том числе. И был объявлен год педагога и наставника. В этой связи на региональном уровне создан Республиканский организационный комитет, в куда вошли все руководители органов власти. Также разработан необходимый план мероприятий, который состоит сегодня из 73 мероприятий пока на сегодняшний день. И мы уже приступили к реализации этих мероприятий. Республиканский организационный комитет Для сезонного проекта развития всесезонного туристско-рекреационного кластера «Дамбай» планируется строительство порядка 30 километров горнолыжных трасс, 7 километров канатных дорог и средств размещения на 3000 койко-мест, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. По словам премьер-министра Республики, для дальнейшего комплекса развития туристско-рекреационного кластера «Дамбай» необходима разработка мастер-плана. Четыре дня отдыха ждут нас в феврале с 23 по 26. Праздничный день, День защитника Отечества, который ежегодно отмечается 23 февраля, выпадает на четверг. А на пятницу, 24 февраля, перенесли выходной день с новогодних каникул в воскресенье 1 января. С учетом последующих субботы и воскресенья получилось 4 выходных дня подряд. А в предпраздничный день, 22 февраля, рабочее время уменьшается на 1 час. В Министерстве природных ресурсов и экологии Карача-Чекесия опровергли появившуюся в социальных сетях информацию о передаче земель и лесных ресурсов в Рубском районе в частную собственность. На территории, о которой идет речь, находится государственный заказник, который предназначен для сохранения и восстановления популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений. Министра природных ресурсов Карача-Чекесия Диана Качкарова пояснила, что для жителей Рубского района значит установление границ дамхрутского заказника. При установлении границ заказника никоим образом для людей не будут установлены ограничения в использовании их земельных участков. То есть все землепользователи, собственники, землевладельцы земельных участков, которые на этой территории есть, то есть которые предоставлены для сельхоза использования, для пашни, для рекреационной деятельности, также будут пользоваться и использовать свои территории. Ограничения будут только в охоте, то есть свободен будет сбор лекарственных растений для собственных нужд, прогулка в лесу, пользование ресурсами для обеспечения дров. То есть никаких ограничений в этой части нет. Установление границ дамхрутского заказника на самом деле повлечет установление ограничений в охот-пользовании. Это вот основное ограничение, потому что заказник у нас установлен для того, чтобы сохранять, защищать и воспроизводить диких животных. Это олень, турк и медведь, которые на этой территории непосредственно обитают. Это основная цель, и хочу сказать, что мы сейчас не определяем новые границы. Эти границы были определены еще в 1968 года, и здесь каждые 10 лет мы просто продлеваем действия этого заказника. По итогам прошлого года предприятие «Кавказцемент» произвело более 1 миллиона 800 тысяч тонн цемента, что на 20% больше, чем в позапрошлом году. Причем завод продемонстрировал положительную динамику по всем производственным показателям. По производству 20, отгрузки 16 и производству клинкера 27%. Сегодня в ассортименте предприятия «Пять видов цемента». Благодаря росту объемов производства по итогам 2022 года завод увеличил поступление налогов в бюджеты всех уровней на 76%. Напомним, в прошлом году предприятие обновило парк спецтехники, модернизировало печную линию и работу IT-инфраструктуры. В настоящее время на предприятии продолжается ремонтная кампания для подготовки к стабильной работе, выпуску высококачественного цемента и своевременной его поставке потребителям. Завод инвестирует полмиллиарда рублей. Акцент на зеленом острове, каскадная лестница, дорожки и тротуары вокруг Большого пруда. В прошлом году более 5 тысяч горожан выбрали для благоустройства каскадную лестницу, ведущую в парк культуры и отдыха. Как только установится теплая и благоприятная погода, начнутся ремонтные работы. В частности, лестница, площадки и мостик оденутся в гранит и будут установлены перилой и поручни. Появятся новые яркие пятигоршковые фонари, грунтовые светильники и тумбы с кашпо. Второе не менее важное преобразование, которое ждет зеленый остров, это обустройство велодорожек и тротуаров вокруг Большого пруда, а также освещение территории. Больше всего обращений в последние годы было связано именно с обустройством этого моста, так как ни одна другая территория Чрекеска так не привлекает горожан для прогулок, отдыха и занятий спортом. По периметру пруда будут обустроены две велодорожки и тротуар 6,5 метра. На дорогах Чрекеска начала функционировать система автоматической фиксации. Паркон сообщили в управлении госавтоинспекции МВД по Карачао-Чрекесии. Это комплекс нового поколения, который разработан специально для того, чтобы фиксировать нарушения со стороны недобросовестных автовладельцев при парковке и стоянке. Его прожектор позволяет осуществлять эффективное патрулирование даже в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Принцип паркон достаточно прост, его задача исключительно запись, причем с привязкой к конкретным координатам. Запись видеоматериала производится в особом формате, который защищен от возможных попыток вмешательства и корректировки. Доказательной базой являются две фотографии транспортных средств и зафиксированное время, в течение которого автомобиль находился на данном месте. Полученную информацию система передает в Центр фото-видео и фиксации нарушения правил дорожного движения. Затем штрафы отправляют владельцам автомобилей по месту регистрации. С начала работы комплекса на территории Черекеска уже зафиксировано более 200 нарушений правил парковки и остановки транспортных средств. Глава сельхозкооператива из Карачао-Черкесии стал фигурантом уголовного дела по факту легализации более 65 миллионов рублей, полученных преступным путем. По данным правоохранительных органов, мужчина подозревается в том, что вместе с сообщниками трижды предоставлял в оригинальный Минсельхоз подложные документы для получения государственной поддержки. Полученные финансовые средства он использовал на свое усмотрение, в частности, выделенные на реконструкцию здания. 32 миллиона рублей он перевел на счет другого своего предприятия, изготовив платежное поручение о предоставлении этих средств в качестве займа. А господдержку в размере 33 миллионов рублей, полученную на закупку оборудования, под предлогом выдачи транша, он перечислил на счет подконтрольного сельскохозяйственного кредитного кооператива. В Карачаево-Чикесии выпустят газеты на национальных языках для участников специальной военной операции. Первый выпуск планируется подготовить ко Дню Защитника Отечества тиражом около 500 экземпляров. Газета будет отправляться на передовую для того, чтобы, находясь вдали от дома, они могли почувствовать нашу любовь и теплоту, сказал министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Республики Альберт Кумуков. В честь грядущего праздника в местных национальных газетах подготовят специальную тематическую вкладку о бойцах из нашей Республики. Помимо новостей о жизни региона, в газете будут содержаться и слова поддержки от местных жителей для воинов, которые отстаивают интересы нашего государства за его пределами, добавил Кумуков. В Донбайе прошел 9-й Всероссийский горнолыжный фестиваль Катадзе РКВ, в рамках которого молодежи из разных регионов страны покорила склонный курортного поселка и продуктивно провела неделю в горах, знакомясь с гостеприимством Кавказа. Поездка была нацелена не только на развлечения и отдых, но и на расширение общего кругозора гостей. Участники познакомились с гостеприимством Кавказа, культурой и обычаями кавказских народов. Напомним, Катадзе – это клуб активного образа жизни для молодежи России. Его участниками за все время стали более 1300 человек, 90% из которых впервые побывали на Кавказе. Помимо зимнего проекта реализуется также летний проект Катадзе Кэмп, который проходит летом на Архизе. Участники Кэмпа занимаются спортом и изучают английский в живописных горах Кавказа. По сообщениям синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии облачная погода, осадки в виде снега. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 3 до 8 градусов мороза. На дорогах гололед. А в горах выше 2500 метров сохраняется лавиноопасность. В Черкесске снег, ветер восточный 5-10 метров в секунду, столбик термометра опустится до минус 7 и на дорогах города гололед. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова.